Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. В Анапе на банк совершено вооруженное нападение. Похищены 100 миллионов рублей. Благоустройство Анапы, безопасность дорожного движения и оптимизация работы с обращениями анапчан. Об этом говорили на общегородском планерном совещании. Синеокая Анапа поощряет таланты. В Анапе стартовал 12-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских творческих коллективов. ЧП произошло в Анапе вечером 30 июня. Двое неизвестных в мотоциклетных шлемах ворвались в отделение банка «Народный кредит» на улице Амелькова, 32. В зале на тот момент было 9 человек. Угрожая пистолетом и ножом, грабители закрыли сотрудников и посетителей в комнате отдыха. Кассира заставили открыть два сейфа. Забрав деньги, 100 миллионов рублей и 50 тысяч долларов, подожгли отделение банка и скрылись на мотоцикле в направлении Большого Утреша. Охранника и сотрудника банка с серьезными травмами головы доставили в городскую больницу. Состояние пострадавших оценивается как стабильное. Предположительно, они получили огнестрельные ранения. Но в интересах следствия медработникам запрещено разглашать информацию. Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Анапского отдела УВД. Им на помощь направлены краевые силовики. В районе введен план перехват. Сотрудники полиции обращаются ко всем с просьбой оказать содействие в получении информации о совершенном преступлении, а также о предполагаемом месте нахождения злоумышленников. Информацию можно сообщить в отдел МВД России по городу Анапа по телефону 4-68-82-8-861-224-58-48 или 02. Конфиденциальность гарантируется. А мы переходим к другим темам. С наступлением вечера улица Пушкина Черноморская долина погружается во тьму. Уже несколько дней в центре города не работает уличное освещение. Когда, наконец, зажгутся фонари, выясняла наша съемочная группа. Хоть глаз выкали, очень подходящее выражение, когда с Ленина поворачиваешь на Пушкина, прогуливаешься до Черноморской и Калинина. Фонари тут есть, но горят они почему-то только по одной стороне дороги. Скудного освещения явно не хватает. Того и гляди, споткнешься о невидимой в темноте бордюр или ступеньку. Лампочки не горят на Пушкина. С недели не горят. Двери не горят. Вот покажите людям, что вы действительно работаете. Сделайте, пожалуйста, освещение в центральной части нашего ленингрого. Чтобы он не был нахуй так похожим. Кто должен избавить город от этого темного пятна и выполнить поручение главы? По словам заместителя мэра Алексея Харитонова, зажечь фонари на Пушкина и Калинина обязанность собственников санаториев, расположенных здесь. Освещение, которое на балансе города находится, оно все горит. Но есть у нас улицы, которые были у нас Пушкина вдоль Кубани. Эта линия находится на санатории Кубани. Общими усилиями добили и включили эту линию. Сейчас занимаемся улицей Калинина, где находится на балансе эта линия Надежды. Пока же единственными маячками для прохожих на улице Пушкина остаются декоративная подсветка зданий и горящие окна в домах анапчан. На Кубани закон такой 22.00 детям пора домой. За его соблюдением в Анапе следит полиция и рейдовые группы. Каждый вечер сотрудники администрации, подразделения по делам несовершеннолетних, представители общественности выходят на улицы города. И почти на каждом шагу сталкиваются с нарушителями детского закона. Ночной курортный город похож на гудящий улей. В этом людском водовороте очень много детей. Если они под присмотром родителей, это объяснимо и понятно. Но реалии нашей жизни показывают, что после 22.00 увидеть в городе детей, гуляющих самостоятельно, можно каждый вечер. Закон 15.39 о мерах по профилактике безнадзорности и правонарушения несовершеннолетних стоит на страже жизни и здоровья детей. Поэтому каждый день на дежурство выходят рейдовые группы, в составе которых работник полиции, администрации города, члены комиссии по делам несовершеннолетних и общественность. Но даже перед такими представительными комиссиями не теряют соответственность за судьбу детей, их родные и близкие. Через несколько минут наступит время, запрещающее по закону находиться несовершеннолетним на улице без попечения взрослых. Но они не просто пребывают без присмотра в общественных местах. Они работают. Вот этот подросток торговал светящимися в темноте вертолетиками. Сослался на то, что некий дядя Ашотик об этом прекрасно знает. Идем к дяде Ашотику. Это ваш племянник, да? Да. Какой у него возраст? 16. 16? Скоро больше 16 лет. Просто мы выявили, что он торгует светящимися игрушками. Он игрался, он не торгует. Он игрался. Снимай хорошо. Он игрался. Хорошо, пускай. Он игрался. Он выкупил одну штуку и сам играет. Да, сейчас снимал. Просто мы работаем сейчас в рамках закона 1539. Вам знаком этот закон? Вот вы видели плакаты, может, 22.00, детям пора домой. Такое видели здесь на Кубани? Вот в рамках закона просто просим вас, чтобы ваш ребенок позже 22 не гулял без сопрождения взрослых. Хорошо? Да, говорили. Все, последний раз. Все, большое спасибо. Спасибо. Иди торгуй. Вот такое доброе напутствие, за которым не только презрение к закону, но и к судьбе подростка. Этот парень активно оказывал услуги по прокату детских машинок. Мальчику нет и 17. Домой ему добираться в усатую балку. Несколько километров пути по ночным дорогам на мопеде. Ни о шлеме, ни тем более о водительских правах, конечно же, нет и речи. Дождавшись ответственных за организацию, как выяснилось, несанкционированной точки проката, члены комиссии каких только оправдательных доводов не услышали. Они смехотворно лживы, а взрослые люди при этом пытаются быть убедительными. А я включен. Проверяют-то вас. Я все проверяю. Документы. Если человек не проверяет, то, что он здесь все не совершает, он может так же прогуливаться. Документы покажут. На требование предъявить разрешительные документы эти молодые люди без тени стеснения отвечают, что забыли их дома. А затем буквально угрожают членам комиссии, что воспользуются поддержкой влиятельных заступников. И даже пытаются использовать телефонное право. Но безуспешно. Мобильная группа администрации и участковые полицейские составляют на забывчивых нарушителей протокол и вручают повестку на административную комиссию. Несовершеннолетнего же предпринимателя сотрудник полиции передает под расписку опекуну. Глава города-курорта вновь обратил внимание подчиненных на работу с обращениями граждан. Соблюдение сроков и качественная подготовка ответов. Элементарные требования, выполнять которые должен каждый. Критика прозвучала на общегородском планерном совещании. Также Сергей Сергеев поднял вопрос благоустройства Анапы и внес предложение по поощрению лучших школ города-курорта. Запретных тем для освещения в городских СМИ нет. Так прокомментировал глава города-курорта результаты рейда по несанкционированной торговле и детскому закону. Во время которого нарушители, не желая попадать в объектив камеры, прикрывались тем, что у них есть крыша. Закон един для всех, еще раз напомнил Сергей Сергеев. Я хотел бы, пользуясь случаем, раз уже, знаете, потому что тематика пересекается, значит, Любовь Филипповна и Оксана, я вам поручаю, для вас запретных тем нет. Если тебе на набережной говорят, что у меня по машинкам, по нереально, в которой стоят крыша судья, сними вот это, сними. И мы потом этого дядю спросим вот здесь. Кто же судья у него крыша? Поплатились за нарушение правил реализации алкогольной продукции без лицензии и регистрации в налоговой инспекции хозяева нескольких торговых точек в городе на Пионерском проспекте в селе Витязево и в станице Благовещенской. Всего из продажи нарушителей изъято 1045 литров контрафактного алкоголя. Материалы направлены в суд. Выслушав доклад сотрудников полиции, глава продолжил тему безопасности на дорогах. В частности, обратил внимание на проблему парковки автомобилей в центре Анапы. Перед планетой я сейчас посмотрел улицу. У меня есть условия в кабинете, можно посмотреть. Ну и это при желании. Так вот, я простых номерных знаков там не увидел. Там и НМ, там и КК, там и нули. И вот я представляю себя, пошел я их вызывать к ответственности, чтобы они отъехали, однако остановка запрещена. Да, из-под действия знака выехали. Шансом нет. Понимаете? Там такие удостоверения мне на что-то показывают. Давайте придумаем, подумаем. И какие-то ограничения принудительные, я бы сказал. И поговорим с коммерсантами. Им же тоже неудобно, что стоять там по надуке. И переплевать движение. Какие-то то ли преданные на сезон препятствия, там, в России, и все. А другого варианта нет. Поэтому давайте будем реалистами и будем помогать. Завтра в городской администрации пройдет заседание комиссии по безопасности дорожного движения. Повышение эффективности работы ГИБДД и снижение аварийности на дорогах курорта станут главными вопросами в повестке дня. О работе мобильных групп по пресечению несанкционированной торговли и наведению санитарного порядка отчитался заместитель мэра Анапы Сергей Козлов. Контрольные мероприятия проходят ежедневно. Нарушителей много. Особенно в вечернее время. Каждый случай разбирается индивидуально на административной комиссии. Замечания по работе с обращениями граждан. Те, кто допускает невыполнение сроков и подготовку некомпетентных ответов, могут быть наказаны рублем. Сумма штрафов варьируется от 5 до 10 тысяч рублей. Говоря о благоустройстве, Анапы Сергей Сергеев обратил внимание на улицу Стахановскую. Подрядчики, нарушая условия договора, затягивают ремонтные работы. Кроме того, вокруг дорожники устроили такой бардак, что ни пройти, ни проехать. 23 числа они должны были закончить улицу Стахановскую. Все. Закончили и ушли. Сегодня, слава богу, первое вино. Просвета там не видно. Денег по этому объекту и за акт Соренодор, и за выполнение работы без моей команды не пройдет. Пока они... Они же там должны сейчас 126 тысяч в бюджет прислать. Вопросовочку. Теперь, раньше, чем мы оплачивали. Правильно? Ну, по контракту. Так должно быть. Но это на вчерашний день было 126. А там еще просвета не видно. Контрольный вопрос планерного совещания озвучила начальник управления образования Нина Филофеева. В докладе рассказала об итогах сдачи ЕГЭ выпускников анапских школ. Во всех учебных заведениях экзамены прошли без нарушений и замечаний. И общие результаты в этом году выше. По русскому языку самые высокие результаты показали выпускники школы номер 8, гимназии Аврора и Эврика. По математике лучший показатель у выпускников школы номер 7. Успешно прошли испытания. Дети с ограниченными возможностями здоровья сдавали экзамены под видеонаблюдением. Сергей Сергеев предложил, начиная с этого года, ввести систему грантов для лучших школ, выпускники которых показывают высокие результаты на едином госэкзамене. Это станет дополнительным стимулом для коллективов учебных заведений. В этом году лидеров уже определили. Гранты могут быть направлены на примирование учителей, улучшение материально-технической базы школ или ремонт. Распоряжение главы курорта внесли в протокол планерного совещания. Продолжаем выпуск. В Анапе стартовал 12-й Всероссийский фестиваль детских и юношеских творческих коллективов «Синеок» и «Анапа». Он учрежден Министерством культуры Российской Федерации, Министерством культуры Краснодарского края и администрацией города-курорта «Анапа». Неизменная география фестиваля широкая. Красноярский край, Ленинградская, Свергловская, Белгородская области. Более 1200 человек собрала «Синеок» и «Анапа» в день открытия на Театральной площади. В этом году география фестиваля существенно расширилась. В Анапу приехали Красноярский край, Ленинградская, Свергловская, Белгородская области. Здравствуй, Анапа! Привет, искусство! По традиции открыл фестиваль лауреат международных конкурсов, арт-директор Института современного искусства, председатель жюри «Синеок» и «Анапы» заслуженный артист России Андрей Биль, который в торжественном параде представил всех участников фестиваля. Гостей и юных артистов поздравила заместитель главы муниципального образования город-курорт «Анапа» Людмила Мурашова. Самые креативные молодые артисты будут бороться за звание лучших на сценах нашего города. В добрый путь, дорогие артисты! Более тысячи человек собрала «Синеок» и «Анапа» на Театральной площади курорта. Открыли концертную программу ансамбля «Мозаика» и «Молодость» с неповторимым танцем «Воздух». Особым сюрпризом для всех стало выступление солиста Амстердамской королевской оперы, члена жюри фестиваля «Синеок» и «Анапа» Валерия Костина. Также перед анапчанами и гостями курорта выступили ансамбль «Иверия» из «Анапы», фольклорный ансамбль «Полдень» из Курска, ансамбль «Сити Джаз» из «Анапа», современной хореографии из Воронежа и многие другие. «У нас, например, в городе такого нет, после 8 часов 9 не видишь такого праздника, а чем она понравится, чем позже, тем праздничнее». «Пляжи, море весело тоже, в Анапе никогда не соскучишься». «Всегда весело, и каждый день практически смотрим всякие концерты, все очень хорошо». Вокал, хореография, театр, инструментальное творчество, живопись и графика, декоративно-прикладное творчество. В таких номинациях будут идти представления в течение трех фестивальных дней. И это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов «Тайны Медной горы». Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин «Тайны Медной горы» приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин «Тайны Медной горы» подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. В среду 2 июля в Анапе будет тепло и солнечно. Температура воздуха днем 24-26, ночью до плюс 23 градусов по Цельсию. Ветер юго-западный 24 метра в секунду. Атмосферное давление в норме 759 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте 22 градуса тепла. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова